После всех лет, что я служил вам, я повидал много несправедливости и сильно опечален. Я верю, что принесу новый взгляд в законодательный орган, поэтому прошу дать шанс молодым. Я хочу, чтобы вы дали себе шанс и позволили справедливости войти в нашу жизнь. Пусть законы справедливость станут обычным делом. Хорошо? Да! Победитель! Победитель! Прошу прощения. Депутат Джан здесь. Какие несправедливые вещи я совершал, что староста Ло так меня презирает. Я всегда делал всё возможное для наших соседей. Каждый старосты оценит мои усилия и мою усердную работу. Почему староста Ло считает меня плохим? Я надеюсь, мы сможем соревноваться честно и дружелюбно, вместо того, чтобы обливать друг друга грязью. А если я услышу слухи о вступлении в сговор с преступным миром или в зятничестве? Что мне думать о старости Ло? Депутат Джан, не моя очередь поливать грязью и размазывать её. Ведь некоторые политики изначально грязные преступники. Если это не слухи, то что это? Мы не боимся зла. Мы все братья Ефани. Верно? Верно. С этого дня я его телохранитель. Мой брат. Разве не ты тот полицейский, который застрелил иностранного рабочего? В чём дело? Теперь водишь дружбу с преступником? Я заплатил за свои действия. На мёртвых не воскресить. Депутат Джан, моего дядю убил рабочий мигрант. Дафен убил рабочего мигранта по ошибке. Насколько это вас волнует? Что вы сделали? Такая несправедливость ранит их. Раз вы в законодательном секторе, примите меры. Чем вы были заняты? Раз вы этого не сделали, тогда дайте шанс нам, с Луи Фанин. Что в этом плохого? Конечно! Можно! Можно! Вперёд! Молодёжь такая энергичная сегодня. Мне кажется, эта компания будет очень интересной. Присоединяйтесь. Усердно поработаем ради нашей гармоничной конкуренции. Я благословляю вас. Прошу прощения. Чего вы хотите? Разве ты не мой юр-консультант? Что ты здесь делаешь? Спасибо. Она приходила утром. Думаю, я справлюсь с этим. Всё равно она не так важна. Депутат Джан, останьтесь. Депутат Джан, вам есть что сказать? Депутат Джан, вам есть что сказать? Почему ты не сказала об увольнении? Продолжайся так дальше, я бы не завоевала его доверие. Зачем возвращаться к нему, когда я могу помочь тебе? Звучит отлично. Давайте бороться с этим злом вместе. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok такого дурака как ты господин сен спасибо бас ван теперь я верю в закон притяжения смотри-ка как восхищен я ценю тебя но не влюблен в тебя я понял фань 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 что с тобой все нормально как ты немного устал все нормально ты уснул напугал меня ты приняла душ да тогда моя очередь тебе нужна ванная о чем ты думаешь давай садись сюда я помою тебе голову ты же так устал хорошо давай прямо как в салоне красоты так нормальная вода и зову тебя очень жирные волосы я поддерживаю тебя всеми своими силами но не дави на себя слишком сильно чем лучше все ко мне относятся тем больше ответственности я ощущаю так комфортно ты когда-нибудь мыла голову другому парню ты первый ясно я счастлив когда маму госпитализировали я часто мыла ей голову стало способнее на пути взросления мы проходим через многое господин мне улучшить свои навыки нет я помою тебе голову здесь вот здесь немного чешется спасибо смотрю ты тоже устала закрой глаза отдохни ну ну Это тебе. Спасибо. Что делаешь? Рисую купоны на шампунь. Если захочешь помыть голову и постесняешься сказать, просто дай мне это, и я пойму. Это я? Да. Тебя легко узнать. Малыш. Хотелось бы и мне порисовать. Нарисовал бы тогда родителей. Сейчас не получится, я ничего не помню. Должен же быть какой-то способ. Например, выпускной альбом. Или может обратиться в какие-нибудь учреждения. Я могу проверить. Так вкусно пахнешь. Мы теперь используем одинаковый шампунь. Если не увидимся в будущем, используем этот аромат в память друг о друге. Почему я тебя не увижу? Просто привел аналогию. Например, если меня изберут, то отправлюсь в командировку. Тогда я не хочу твоей победы. Ладно. Обещаю. Я не дам тебе найти другого. Тогда станешь моей семьей. А почему бы тебе не стать моей семьей? Если мы семья, оба варианта хороши. Мы ругаем. Пей, Подожди, это зал Будды. Да. Пойдем наверх. Не в этот раз. Куда ты смотришь? Где сиделка? Она спустилась за лекарством. Зачем ты просила ее взять лекарство и отдала мою карту медстрахования? А как ей получить лекарство? Ладно. Давай поскорее уйдем отсюда. Не хочу оставаться здесь ни секунды. Не понимаю, почему ты так торопишься выписаться. Эффект от химиотерапии не лучше. Останься еще на пару дней. Я не хочу. У тебя сложный характер. Скажу доктору, что ты не слушаешься. Уходим из больницы. Пойдем. Госпожа, я принесла лекарство и карту медстрахования. Спасибо, спасибо. Тогда пойдем. Пойдем. Я возьму. Иди и закрой дверь. Скорее. Зачем? Закрой. Подойди и закрой. Вы еще не ушли. Почему вы здесь? Закрой дверь. Пока, пока. Скорее. Не думай, что она странная. Прошлой ночью, проснувшись посреди ночи, она села на край кровати и улыбнулась мне. Так странно. Только вспомню, и мурашки побежали. Так ее нашел вы, Жень? Да, да. Мама. Смерть папы связана с отцом вы, Женя. Тетя Джо. Ты... Почему ты здесь? Вы уходите из больницы, я пришел забрать вас. Спасибо, не стоило беспокоиться. Тетя Джо, вам не комфортно в палате? Очень комфортно. Нам лучше жить обычной жизнью. Моя Нуань-Нуань не сравнится с тобой. Нет, тетя Джо, произошло недоразумение. Мам, вообще-то вы и Жень многого не знают. Я отвезу вас домой. Мы не идем домой. А куда вы идете? В дом друга. Джо, нуань, мы можем поговорить? Ифань! Ифань! Тетушка! Садитесь, тетя, я возьму. Тетя, а где Нуань-Нуань? Проходит через процедуры выписки. Хорошо. Ваша химиотерапия идет хорошо? Да, все хорошо. Хорошо. Я приготовил это тебе. Прими как мое благословение. Бриллиант на кольце. Можно использовать как ожерелье. Не снимай его. Зачем это? Я все равно не возьму. Я пойду. Джо, нуань. Что? Почему ты так себя ведешь? Сделаешь одолжение? Какое? Перестанешь ненавидеть. Когда я был ребенком, моя мама умерла от депрессии. Мой отец тоже меня не любит. В итоге я стал тем, кем он хотел меня видеть. Поэтому он принял меня. Я не хочу ненависти той, кого люблю. А тебе не было больно стать таким? Прими ненависть смело, отстаивая то, что правильно. Я сильно разочарована в тебе. Я тоже не хотел этого. Я не знаю, что делать. Я, правда, не хотел быть таким. У меня не было выхода. Я никогда не видела тебя таким. Джо, нуань. Не надо, не трогай меня. Хватит. Надеюсь, ты будешь в порядке. Если понадоблюсь, я всегда рядом. Всегда. Идем. Идем. Осторожно, на лестнице. Мама, будь осторожна. Хорошо. Мама, этот дом и Фаня. Извините, дом невелик. Заходите. Госпожа Лилин, я обустроил комнату. В бывшей комнате моих родителей комфортнее. Теперь я отвечаю за уборку и готовку. Нет, нет. Отдыхайте и заботьтесь о своем теле. Нет, я не могу просто так притяжить в чужой дом. Оставь это на меня. Тебя только выписали. Не напрягайся. Да, госпожа Лилин, присаживайтесь. Как ваши дела? Не важно. Мы в порядке. Я вполне открыта. О чем ты говоришь? У мамы нет времени ждать. Давай, я помогу. Чего задумался? Просто. Спасибо, что помог нам с мамой перевезти сюда вещи. Пустяки. Я собрал вещи родителей. Ты разместила мамины вещи. Она быстро расстроится. Моя комната. Такая комфортная. Мама, я принесла твои вещи. Так быстрее привыкнешь. Это просто сон. Я не буду переезжать и фань. Все нормально. Здесь старые вещи моих родителей. Проголодались? Я пойду готовить. В детстве из-за травматического синдрома. И до сих пор я не мог открыть этот шкаф. Иногда я сильно злюсь, думая об этом. С отцом произошло несчастье. Почему мама оставила меня, покончив с собой? Бабушка, я хочу к маме. Ты больше не нужен маме. Почему скучаешь по ней? Послушай. С этого момента я не пущу тебя в эту комнату. Я знаю. Ты очень сильно любишь ее. Чем больше любишь, тем сильнее злишься. У нас с мамой так же. Неважно, сколько ссоримся, наша любовь не станет меньше. Очень сильная забота о ней означает, что ты ее любишь. Верно? Почему в холодильнике такой странный запах? Что это такое? Это... Но... Бабушка приготовила перед смертью. Бабушка приготовила? Не слишком ли залежалась? Я хочу оставить это. Замораживаю. У тебя что-то срочное? Верно. Мама. Мне нужно обсудить кое-что с Эфанем. Она, наверное, не заметила. Тебе нравится наша рыбка? Милая. Она пришла. Почему ты тоже здесь? Мне нужно поговорить с ней, и я пойду. Хорошо, я пойду с тобой. Ты что, привела их сюда? Послушай, я ненавижу людей, совершивших самоубийство. Не могли позвонить на горячую линию? 0800-788-8995. Почему не позвонили? Эфанем. Как глупо. Почему здесь так холодно? Потому что они все ближе ко мне. Почему ваши раны так похожи? Не подражая ей, поняла? Так раздражает, когда кто-то приходит. Скорее перевоплощайтесь. Слушай, ей заняться нечем, раз она каждый день приходит. Какая скучная у меня жизнь. Она указывает на меня? Почему плачешь? Хочешь что-то сказать? Ну, Ань, принеси фонетическую доску. В ящике стола. Сейчас. Скорее, видимо, она торопится. Не волнуйся, мне холодно. В каком ящике? Ладно, я возьму. Скорее, дай ей фонетическую доску, чтобы я понял, что она говорит. Иду. Фонетическая доска. Вот. Переверни другой стороной. Хорошо. Другая сторона. Покажи. Как? Хотите борщ на ужин? Что с Ифанем? Почему он на полу в порядке? Он нездоров? У него кружится голова, поэтому... Фонетическая. Что вы обсуждали? Почему он говорит невнятно? Обсуждали... Мы обсуждали выборы. Он от них так сильно устал. Бедняжка. Пониделся уровень сахара в крови? Да. Вызвать врача? Мне просто... нужен отдых. Мам, дай ему отдохнуть. Подними его. Поднимай. Ифань, можешь пошевелиться? Ему нужно просто хорошо отдохнуть. Мама, можешь идти? Да. Я могу. Подожди. Подожди. Осторожно, осторожно. Отверняй, Анияла. Осторожно. Хорошо. Отдохни хорошенько, Ифань. Приходи ко мне в следующий раз. Почему он кажется пьяным? Мам, просто низкий уровень сахара в крови, поэтому уговорит ерунду. Ифань, отдохни хорошенько. Наверное, он уснул. Пусть отдохнет. Хорошо, хорошо. В чем дело? Что такое? Что с тобой? Меня кто-то укусил. Кто тебя укусил? Кто укусил? Змея! Змея! Что же делать? Звони в полицию. Звони скорее. Позови на помощь. Я звоню, звоню. Сфоткай. Хорошо. Вдох. Подожди, подожди. Как ты себя чувствуешь? Ты... Что с тобой, Ифань? Луи, Ифань, очни жену! Луи, Ифань! Босс, как ты? Как ты себя чувствуешь? Босс, ты меня узнаешь? Почему молчишь? Ядовитая змея укусила и повредила мозги. Босс, ты помнишь, кто я? Ты... Я... Ты... Я... Ты гуава-банана. Превратись ты в пепел, узнал бы. Пришел в себя? Когда выйдешь отсюда, не выходи один. Я никуда не выходил, дома сидел. Дома то же самое. Не спи один. Ты... Ладно, я в порядке. Врач сказал, как закончится сыворотка в крови. Если не будет дискомфорта, можно выписаться. Хочу сесть. Хорошо. Хорошо. Это правда странно. Откуда в моем доме оказалась ядовитая змея? Наверное, ее подбросили. Жан-Жун-Лян! На выборах баллотируемся не только мы с ним. Если рассудить, у вас с Жан-Жун-Ляном больше шансов на победу. Ты стал вельмом в его глазах. Верно. Мы расследуем это дело. Становится опаснее. Не только для меня, но и для каждого из вас. Будьте осторожнее. Я объяснял, а ты не послушал. Это было давным-давно. Просто забыл это. Но, господин Сюн, мы обнаружили, что в машине погибли трое. Кроме моего отца, один неопознанный, а другой человек, отец Вин Шуйму. Какое он имеет к этому отношение? Мы спросили его, но он не захотел говорить. Тогда я узнаю у него. Сюн, пожалуйста, попробуй. Приятель, это я. Я получил известие от Эфани и госпожи Джао. Они недавно навещали тебя. А? Ты тоже их искал? Я был в шоке, увидев эту новость. Твой ребенок баллотируется на выборы. Кроме того, он так обращался с Джан Джун Ляном. Тот был практически напуган до смерти. Я не баллотируюсь на выборы против Джан Джун Ляна. Я лишь хочу изменить место, оскверненное им. Я знаю. Ты такой смелый, я восхищаюсь тобой. Так вы хотели нам что-то сказать? Перед падением машины в море позвонил мой отец. Он сказал, здесь что-то не так. Я сейчас в Рыбацком порту. Телефон отключился. Я помчался на место происшествия. Пап! Боже, есть здесь кто-нибудь? Я пошел на место происшествия и увидел родителей Фаня. Есть кто? Кто-нибудь может помочь? Упала машина! Что же делать? Я спрыгнул вниз, спасу людей. Что ты делаешь? Найди кого-нибудь, я прыгну! Будь осторожен! Господин! Машина упала в море, господин! Что вы сказали? Мой муж прыгнул спасти людей. Вы можете помочь нам? Что теперь? Позвоните в полицию! Хорошо! В полицию! Поторопитесь! Верно! Я сел в папино судно, чтобы позвонить по спутниковому телефону и сообщить о преступлении. Мой отец обычно занимался контрабандой. Он боялся слежки. Все было для прикрытия. Полиция до сих пор не могла выяснить, кто тогда сообщил об этом случае. Вернувшись на место происшествия, я увидел человека. На помощь! На помощь! Вернувшись на месте! Твоего отца убили. Кто это был? Почему поступил так жестоко? Я всегда хотел узнать, что, черт возьми, случилось с моим отцом. Позже я узнал, что, вероятно, это связано с военными. Еще один, умерший в том же году, генерал. Он военный советник по оружию. Из-за того, что твой отец юрист, никто не знал, сколько контрактов на закупку военного оружия прошло через его руки. Юрист по закупкам оружия. Советник по оружию. И судовладелец, занимающийся контрабандой оружия. Это не случайно. Неудивительно, Джан Джун Лян, член военного комитета законодательного юаня. Так зарабатывают деньги. Потом я сталкивался с вещами, ставящими под угрозу мою жизнь. Однажды я чуть не попал в аварию. Иногда находил в машине ядовитых змей. Позже я узнал, что твоя мать повесилась. Я думал, как все могло так сложиться. Было много несчастных случаев. Похоже, их подстроили. Карликовая обезьяна тогда была в восторге. Всегда хотел расследовать ради Шуйму. Но мы не могли связываться с этими людьми. Поэтому я попросила Шуйму не общаться с тобой. Иначе, зная твой характер, ты не сдашься, пока все не выяснишь. Ты поссорилась со мной. Нарочно. Я думал, так надо. Тогда карликовая обезьяна не будет расследовать. Будет в безопасности. Лой Фань. У тебя хватит смелости участвовать в выборах. Раз все обернулось так, я хочу этого еще сильнее. Чем я сильнее, тем глубже буду копать в расследовании. Господин Ашань, вы видите что-нибудь? Я вижу эту смерть. Зафотошопили. Хотите сказать, выставили как самоубийство? Да. Смотрите, эта ложбинка появилась от повешения. Рядом подкожное кровоизлияние. Оно показывает, что когда мертвые были живы, повешение привело к смерти. Но посмотрите, рядом с этой ложбинкой смутно похоже на нажатие пальцем на месте синяка. Что это значит? Сонную артерию, умершие, сжали. Что вызвало нехватку кислорода. Значит, кто-то сначала ее задушил? Затем надел веревку, представив, как повешение. Возможно. Честно говоря, удушение жертву целью вывести жертву из строя занимает всего 20 секунд. Верно. Через 20 секунд она лишится кислорода и окажется в коме. Моя мама тоже покончила жизнь самоубийством 25 лет назад. 25 лет назад? В то время судебный врач проводил вскрытие не так тщательно. Это подкожное кровоизлияние вследствие сдавливания сначала было не так очевидно, но со временем проявлялось все четче и четче. Сейчас можно увидеть другие случаи подстроенных самоубийств, кроме сдавливания шеи. Возможно, маму нашего босса тоже убили и выставили как суицид? Конечно, это возможно. Возможно. Прошу прощения. Я хочу узнать, мои родители умерли 25 лет назад. Мне интересно, можно ли выяснить данные о месте прописки и фото? Хорошо, у вас есть паспорт? Да. Давайте. И заполните форму заявки. Извините, можно узнать, когда моя мама сменила имя? Дайте мне свой паспорт и заполните эту форму. Спасибо. Моя мама сменила имя, но я забыла, было ли это 25 лет назад. Если так, то все очень странно. Наверное, были проблемы. Вот, спасибо. Мы разводимся. Соглашение о разводе подписано свидетелями. Можешь побыстрее? Я взяла выходной. Так раздражаешь. Думаешь, мне это надо? Если я не поспешу, как стану счастливым? Наконец признал это. Ты сказал, мы не сошлись в характерах. Что за глупая причина? Я знала, что у тебя роман с Амитой. Я не хочу с тобой ссориться. Мы месяц ссорились. Поднимаешь шум на всеобщее обозрение. Речь о нас. Причем здесь другие? На что уставились? Разве вы вдвоем не пришли жениться? Нет. Советую не терять рассудок. Настоящая любовь мертва. Любовь теперь это извращенный обмен ресурсами. Трюки и ложь. Извините, мы не... Сможете ли вы по-настоящему любить друг друга? Когда я вышла замуж месяц назад, я тоже была наивной. Почему в нашей жизни многое не соответствует ожиданиям? не потеряться. Пообещай. Пообещай. Обещай все обдумать сначала. мужчины это зло не волнуйся мы будем счастливы ты тоже заслуживаешь большого счастья и ты заслуживаешь большего счастья вы все заслуживаете не падайте духом удачи что такое хочешь ударить они напуганы садись давай извините файл с информацией фотографии не найден не подавая заявление на получение паспорта разве не стоит отправить фото данных с фотографиями нет 25 лет извините я не могу их найти спасибо госпожа вот ваша информация спасибо оказывается мама правда сменила имя 25 лет назад ее настоящее имя царь вани мое имя джан дэнсин когда мама сменила имя я взяла ее фамилию и стала джан уань зачем нужно было менять имена будто от чего-то бежали почему не идешь а ну убери руки в чем дело мы никогда не придем сюда разводиться это ужасно как мы можем развестись если мы не женаты что сказала ничего я услышал тебя хочу сказать тебе много слов я лои фань хочу подарить тебе много счастья я сделаю все возможное чтобы подарить тебе самую огромную любовь в мире я хочу чтобы ты была самым счастливым человеком я не понимаю о чем ты я хочу быть с тобой всегда ты выйдешь за меня получилась не так официальная в любом случае подожди когда закончим работу я сделаю тебе серьезное предложение хорошо извините ладно идем хватит смотреть а и и и и и и Жан Лен, садись. Жан Лен, садись. Жан Лен, садись. Даже об укусе змеи можно сообщить. Змею подложил ты? Змею подложил ты. Змею подложил ты. Я тебе одно переведи тему. Ты болван, если отвечаешь на его вопросы. Не относись к нему как к противнику, и он не поймет, что у тебя в голове. И тогда другому человеку труднее понять, что ты на самом деле болван. Жан Лен. Жан Лен, я передал тебе компанию. Позволил всем подчиненным поддержать тебя и вести тебя в военный комитет. Ты не можешь разрушить мою компанию? Ладно. Луи Фань тоже болван. Не выдержит, если его спровоцировать. Но Джауну Ань ушла из-за тебя. Это твоя проблема. Давайте, ешьте. Сегодня все новые блюда. Давайте, подавайте блюда. Субтитры сделал DimaTorzok У тебя плохое настроение. Выглядишь беспокойным. Папа. Можешь отпустить их? Зачем тебе убивать их всех? Они вспоминают прошлое. Это они хотят всех убить. Не я. Ты веришь мне? Если они не найдут оцепки, то бросят это дело. Я хорошо знаю, Джауну Ванни, Луи Фань. Они так похожи. Чем больше добить, тем они не преклоннее. Понимаешь? Садись. Выпей чай. Пей давай. Почему ты не заполучил сердце Джауну Вань? Тебе нужно было быть безжалостным. У тебя было много времени. Ты не оправдал ожиданий. Разве это не из-за тебя? Если бы не ты, я смело добился бы желанной любви. Не расскажи ты мне о рисунках Джауну Вань. Это дело оказалось бы на морском дне. Уходи. Что ты здесь делаешь? Иди скорее. Через 25 лет все вернулось к началу. Что тебе известно? Может, хватит убегать? Мы расследуем не в том направлении. Джан Джон Лян просто никто. Отец мой Женя, директор главного военного управления. Никто не тронет его. Зачем ты так? Тебе плевать на меня? Пожелай я твоей смерти. Ты бы запросто умер. Не только Лои Фанни мог пострадать. Ты следующая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok